Глава Мьянма посетил Казань. Сердце – главный орган человеческого организма. Снова пандемия? Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Карина Саяхова. Продолжается визит делегации Казанского федерального университета в Киргизию. Возглавляет делегацию, исполняющую обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Делегация посетила кампусы филиала Международной школы Медицины Международного университета в городе Челпон-Атта из Сыкульской области. Ознакомилась с историей и деятельностью образовательного учреждения. Делегация Республики Мьянма в рамках своего визита в Россию посетила город Казань. Все подробности пребывания главы государства в Татарстане выясняла Маргарита Михайлова. В рамках ознакомительного визита Казанский федеральный университет посетила делегации из Мьянмы. В состав группы вошел глава Временного правительства Республики, старший генерал господин Мин Аунхлайн, а также лучшие выпускники университетов страны. В России я впервые. Здесь очень красиво. Архитектура невероятно лаконичная. Все аккуратно, без излишеств. За эту поездку узнал много нового о местной культуре. Вопрос образования в Мьянме является одним из важнейших. В период военной диктатуры с 1997 года в течение 12 лет все вузы в стране были закрыты. К работе они вернулись лишь в 2011-м, после смены направления государственной политики. Делегация за время своего визита в Казанский федеральный университет посетила музей истории КФУ, императорский зал и мемориальная аудитория. Помимо этого, гостям были представлены основные направления деятельности университета. Мы говорили вам, что Казанский университет является одним из старейших, как университет на территории современной Российской Федерации. В 19-м веке, в 20-м веке университета, здесь происходили большие открытия. Они были связаны с открытием единственного открытого в России элемента химического пути. Были большие открытия в сфере медицины, в сфере постакаления, в сфере физики, химии. В 20-м веке на базе университетов создавались отдельные университеты. Например, агенциумный университет, медицинский университет, физикологический университет. Это все сегодня самостоятельные университеты, которые вам были показаны. Но ранее университет стал участием в Казанский университет. Ранее глава МНЕНМА встретился с президентом Республики Татарстан Рустамом Менихановым и обсудил с ним перспективы дальнейшего сотрудничества. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюс. Процент пациентов отделения сердечно-сосудистой хирургии в поликлиниках и стационарах растет с неуловимой прогрессией. Во многих случаях, к сожалению, без оперативных вмешательств не обойтись. Именно поэтому врага нужно знать в лицо, оснащенную клинику и грамотных специалистов еще ближе. Об отделении униклиники Казанского федерального университета, где в приоритете ваше сердце, расскажем далее. На данный момент в России существуют тысячи больниц, клиник и диагностирующих центров, предназначенных для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из лидирующих является университетская клиника Казанского федерального университета. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения униклиники Казанского федерального университета первым в Татарстане начало выполнять коронографию, коронарную ангиопластику, стентирование коронарных артерий при инфаркте миокарда и эмболизацию маточных и простатических артерий при доброкачественных новообразованиях. Стоит отметить, что именно здесь впервые в Татарстане начали применять передовые инновационные эндоваскулярные методы и успешно внедряются самые последние медицинские технологии. На сегодняшний день мы обладаем наибольшим опытом лечения пациентов, которые требуют неотложной помощи. Это такие, как острый коронарный синдром и коронарные тромболизы. На сегодняшний день в отделении кардиохирургии проводится полный спектр операций на сердце. Одними из таких являются коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения на бьющемся сердце и с помощью мини-доступа, протезирование и пластикоклапанов, выполняемые на открытом сердце и транскатетерном. К настоящему моменту, помимо операций на открытом сердце, выполняется большое количество операций по поводу нарушений ритма. Это радиочастотная абляция, кривая абляция, имплантация кардиостимуляторов, кардиовертеров-дефибрилляторов. Относительно недавно отделение кардиохирургии приступило к развитию нового направления – аритмологии. Уже сегодня специалисты данного направления выполняют большинство вмешательств в этой области, занимаются коррекцией нарушения ритма, в том числе и на открытом сердце с использованием искусственного кровообращения. Мы занимаемся хирургическим лечением сложных нарушений ритма. Это начиная от установки кардиостимуляторов, которые корректируют нарушения ритма, проблемы с частотой ритма. То есть, если у пациента выраженная брадикардия, если у пациента редкий пульс с большими паузами, тогда устанавливаются специальные девайсы имплантируемые, которые в режиме сторожа контролируют ритм сердца, в случае необходимости они его корректируют. Особое внимание в сердечно-сосудистом кластере отдают отделению сосудистой хирургии. Врачи владеют современными хирургическими и эндоваскулярными методами лечения поражений аорты, магистральных сосудов верхних и нижних конечностей. Именно здесь реализуются самые современные методики лечения больных, в том числе и авторские. На сегодняшний день, благодаря политике университета, практически мы получили все, что хотели. Все оборудование есть самое современное, самое совершенное. И мы можем сказать, что, может быть, даже в основном уникальнее, чем в других клиниках. У нас есть все для того, чтобы делать операции с искусственным кровообращением. У нас есть все для того, чтобы делать эти шунтирующие операции на сердце без искусственного кровообращения. Центр лечения сердечно-сосудистых заболеваний университетской клиники Казанского федерального университета предназначен для проведения специализированной кардиологической диагностики и лечения пациентов при наличии или подозрении на патологию сердечно-сосудистой системы с использованием уже имеющегося современного диагностического и лечебного оборудования. Казанский федеральный университет предупреждает. Если вы чувствуете одышку, давление, жжение в области груди, сильную усталость и не можете выполнить привычную нагрузку, незамедлительно обратитесь к специалисту. Карина Саяхова, Никита Киньшин, Универньюс. Китайский студент стал жертвой смертельного заболевания. Прошлым утром в Ухане был зарегистрирован второй случай заболевания холеры. Стоит ли мировому сообществу опасаться распространения заболевания, выясняла наш корреспондент. В Ухане зарегистрирован случай заболевания холерой. Жертвой смертельной болезни стал студент местного университета. В целях ограничения распространения заболевания в районе учебного заведения закрыты на дезинфекцию некоторые учреждения и помещения. Постоянно кто-то в мире чем-то болеет. То есть раньше об этом даже, в общем-то, никто и не разговаривал. COVID-19 стал первой, по сути, пандемией, где СМИ внесли огромный вклад в общественные, скажем так, настроения. И нетипично, там, два года все только и могли об этом говорить. Хотя до этого пандемии случались регулярно. Ну, там, заболели люди. Ну, как бы, да, сколько-то человек умерло. Но это естественный процесс. Всего ученые выделяют семь пандемий холеры. Одна из самых смертоносных, возникшая в 19 веке, унесла жизни более миллиона граждан Российской империи. Заражение, как правило, происходит через воду. При употреблении необеззараженной воды, при купании в водоемах, во время умывания, мытье посуды и пищи. Помимо этого, заразиться можно при употреблении морепродуктов, не прошедших термическую обработку. Та же оспа обезьян или вирус Марбурга, тоже сейчас два случая выявлено. Как бы, да регулярно, каждый год, два-три человека, то там, то сям, подхватывают такие инфекции. И к этому всегда относились, ну, Всемирная организация здравоохранения относилась всегда настороженно. Ну, работа у них такая, всегда быть настороже. Но обычный обыватель об этом, в общем-то, и не знал, и знать не хотел. Китай классифицирует холеру как болезнь класса А. В этот класс самых опасных заболеваний, кроме самой холеры, входит только бубонная чума. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Российской Федерации нет ни одного зарегистрированного случая. Ведомство приложит все усилия, чтобы не допустить завод заболевания на территорию страны. Маргарита Михайлова, Никита Акиншин, Универньюз. Школьная сборная Республики Татарстан по химии в полном составе поступает в Казанский федеральный университет. Все подробности смотрите далее. Пять школьников из Татарстана стали призерами Олимпиады по химии. Все они полным составом планируют поступать в Химический институт имени Александра Бутлерова Казанского федерального университета. Мы в Химическом институте уделяем очень большое внимание работе со школьниками. Наши сотрудники ищут молодых талантливых ребят. И совместно с их учителями, школьными учителями по химии, мы готовим их к Олимпиадам разного уровня. Это и региональная, и всероссийская международная Олимпиада. И мы очень гордимся, и мы очень довольны, что наши усилия, наша профориентационная работа с этими ребятами не пропала даром. И команда Республики Татарстан приняла в полном составе решение поступать в Казанский федеральный университет, в Химический институт. Стоит отметить, что команда школьников Олимпиады по химии Республики Татарстан является второй по величине и по количеству завоеванных наград после команды Москвы. К Олимпиаде школьников готовили преподаватели из Химического института имени Александра Бутлерова Казанского университета. Один из них, Михаил Ягофаров, когда-то сам, будучи школьником, участвовал в подобных Олимпиадах. Ребята прошли тот же путь, что и я в Олимпиадах, и я надеюсь, что их ждут не меньше успеха в учебе, в науке. Потому что я, конечно, пять лет в университете, и последующие годы уже в аспирантуре, уже как научного сотрудника, они были для меня абсолютно замечательными. Я очень много получил от преподавателей и огромное удовольствие от научных исследований. Будущие студенты Химического института имени Александра Бутлерова поделились с нашим корреспондентом, почему выбрали именно Казанский федеральный университет. С девятого класса меня здесь растили, обучали, и я хочу здесь продолжить. КФУ – это один из лучших университетов страны и, скорее всего, мира. Здесь лучшие оборудования, лучшие преподаватели, и дом рядом тоже – это хороший фактор. Я считаю, что КФУ – это не просто хороший университет, который может дать тебе хорошее будущее, возможности для твоего будущего развития. Это больше, чем университет, больше, чем химфак. Для меня это целая семья. Напомним, что призеры и победители Всероссийских Олимпиад школьников на данный момент имеют право на поступление в любой вуз страны без прохождения вступительных испытаний по профилю соответствующему предмету Олимпиады. Елизавета Никитина, Александр Фирсов, Универ-Ньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!